Раз-раз-раз. Всем привет, коллеги. Кто видит, кто слышит, всем привет, кто смог присоединиться к прямой трансляции. Сегодня у нас совместный стрим с геодезистами из Канады. Это Евгений Петушков и Александр Горелик. Так, коллеги, как слышно меня, скажите, давайте мы по звуку решим, чтобы нас было примерно одинаково слышно с ребятами. Здарова, привет всем. Так, сейчас мы... Солнечного лампуера. Солнечного. Там солнечно, кстати, у вас, да? А у нас сейчас вообще погода просто... Плюс? Да, плюс. Однозначно плюс. А, даже так, да? У нас здесь редко бывает. У нас минуса не бывает днем. Редко, крайне. Так, сейчас... Ну, у нас плюс один грамм жары и солнце, да. Ясно. Ну, давайте, наверное, представимся просто. Жень, ты начни, да? Меня-то, ребята, знают. Скажи, скажите просто, потом по вопросам и посмотрим, что у нас в чате. Коллеги, задавайте вопросы в чате. Я надеюсь, по звуку у нас нормально все. Если не очень, пишите в чате, я буду смотреть. Давай, хорошо же. Зовут Петушков Евгений, закончил Мегаев в 2002 году, в 2003 оказался в Канаде. Вот, с тех пор здесь работаю. Сначала переехал в Калгари, жил в Калгари и работал в основном в Негтянке где-то до 2009 года. Поменял достаточно большое количество компаний. Некоторые говорят, что это плюс, некоторые говорят, что это минус. Мне кажется, что это, конечно же, плюс. В 2009 году начал работать больше в высокоточных работах на строительстве одного большого здания в Калгари. А в 2010 году переехал в Британскую Колумбию. Здесь получил лицензию кадастровой геодезиста, или лайн-сурвейера, как у нас его называют, в 2013 году. И основал свою компанию, называется 360-1-го лайн-сурвейера. И вот с тех пор этим занимаюсь. Ясно. Так, хорошо. Саш, скажи о себе немного. Где работаешь, что окончил в России? Меня зовут Александр Горелик. Я закончил Мегаев в 2003 году. Я закончил непопулярный в наших кругах картографический факультет. Но зато у нас было много девочек. Но дело не в этом. Я закончил в 2003 году картографический факультет. И уехал я в Канаду в 2004 году. Я также, как Женя, был в Калгари достаточно долгое время. Работал я на не настолько большое количество компаний. Но, тем не менее, компании 4, по-моему, я поменял. Я получил лицензию лайн-сурвейера, как Женя говорит, кадастрового георезиста в Альберте сначала. А потом, это достаточно несложный процесс, я получил еще провинцию в Соскочеване в Британской Колумбии, поскольку это один экзамен надо было сдать. И в 2017 году, в конце 2017 года, я уехал в Британскую Колумбию. Мне предложили работу в большой, слишком большой компании. Но, поскольку нефтегаз в Альберте нынче не в почете, я решил попробовать заниматься чем-то другим. И уехал в Британскую Колумбию из-за погоды, конечно же. И вот с тех пор я здесь и тружусь на эту все еще большую компанию. Я вот, правда, в основном работаю из дома, потому что компания большая, и работаю я на Vancouver Office в основном. Вот, и поэтому я вот так из дома удобно устроился. Поэтому ты счастливчик, работаешь из дома, отлично. Я ключевое слово работаю, Саша. Ну, дома я не знаю. Наверное, можно работать полноценно дома. Саша, нас-то не убеждай. Ладно, это все-таки открытый стрим, поэтому я буду молчать. Так, давайте по вопросам, которые мы сумели собрать ВКонтакте. У нас есть один даже такой товарищ Алексей Кирпичев, который составил целый список вопросов. Ну, он, собственно, объединил примерно все те вопросы, которые были, задавались ВКонтакте, в группе, в одной и в другой. Жень, давай пробежимся, у тебя открыты эти вопросы, какие-то основные по этим вопросам. Да. Значит, раздел первый, образование. Вопрос первый звучит так. Насколько котируется в Канаде образование стран постсоветского союза, в частности, интересует диплом инженера-герезиста белорусского образца? Вообще, вот проблем с образованием в геодезической сфере, образование, которое приходит из-за границы, я об этом не слышал вообще никогда. То есть его специально это на самом деле не проверяют. То есть, вот, например, вы приземлились в Канаде, вот вы составили свое резюме и начинаете его отправлять в какие-то компании. Вот, например, пригласили куда-то, и вот товарищ перед вами сидит, ну, вы сказали, что у вас есть образование, ну, в общем-то, этого примерно и достаточно. Вот так, чтобы оно специально выделялось, наше постсоветское образование, я не знаю, ну, некоторые люди знают, что такое мигает, например. Но, опять же, это очень-очень редко, и в основном это, ну, например, товарищ, который, его зовут Фрэнк Муха, он из Восточной Германии. Он знает его только поэтому. И как-то вот так вот специально, чтобы оно котировалось или не котировалось, такого нет, потому что, в принципе, в течение двух недель будет понятно, вы вообще там за штатив когда-нибудь удержались или нет. Все будет очень быстро понятно. Вот это так. Я добавлю, если можно, про мигаек в Калгаре в университете с мигаеком какая-то обменная программа в какой-то момент была, поэтому мигаек, в принципе, в узких кругах широко известен именно в Калгаре. И Женя, совершенно соглашусь, Женя, ни разу в жизни у меня не посмотрели мой диплом. Но вообще неважно, какое у вас образование, если оно не из Канады, и вы собираетесь получать профессионального ленд-сервера, вам нужно сдавать какие-то экзамены, будет в любом случае. Это совершенно неважно, из какого университета это ваше образование. И вообще, в принципе, с постсоветского пространства геодезисты здесь в цене. Я очень много слышал позитивных отзывов о профессиональных качествах геодезистов из бывшего Союза. Так, а по образованию там же есть какое-то подтверждение дипломов такое вы проходили, или, в принципе, требуется для работы в Канаде? Для работы нет. Вот если, смотря, ну, опять же. Нет, для, например, поясню, для вступления в вот это, ну, не профсоюз, а как он называется? В ассоциацию. Да, в ассоциацию. То есть там же требуется подтверждение диплома? Ну, сопоставление не требуется, да? В Кребекскую просто требуется, поэтому я вот знаю, что в Кребеке надо. Я в коробку в процессе запишу. Есть такая, я не знаю, как это называется, программа, что ли. Называется CBEPS, Canadian Board of Examiners for Professional Serviers. Это 15 экзаменов, которые любой человек, пауза, который захочет сдать Lancer Room, должен сдать. Эти 15 экзаменов, если вот у вас нет никакого образования, вы сдаёте 15 экзаменов, и вы можете начинать процесс получения вот этого профессионального Lancer Room. С высшим образованием, скажем, из Мигайка мне зачли, по-моему, 10 из этих 15, и я сдавал всего 5. То есть я просил из вуза, что мне прислали подтверждение. Ну, конечно, они просят описание курсов. В Мигайке, по-моему, такого близко не существует описание курсов. Вот, поэтому пришлось как-то придумывать эти описания курсов. И это всё отсылается им в ассоциацию сюда, в Канаду. Они делают какой-то, как по-русски сказать, ассессмент. И оценку, спасибо, Женя. И принимать, соответственно, решение, сколько вам экзаменов для этого надо сдавать. То есть такого как такового подтверждения его нет. Оно идёт за счёт экзаменов, скажем так. Ну, скажем так, оно может быть необязательно. Может быть, есть просто определённая процедура, что ты можешь её пройти, и будет твой... Ну, это то же самое. Сравнение программ, сравнение специальности. Есть, есть. Как это называется? Бакалавриат вместо инженера получше. Есть такая организация, которая делает оценку диплома, какой-то там плюс-минус перевод. И, ну, я вот, например, мне это было совершенно не нужно, и никто у меня не просил этого. В общем... Ну, у тебя просто профессиональная ассоциация подтвердила, условно говоря, сама по своим этим. И что надо, ты доздал. Через экзамены, да. Они сами решили, что он подходит, что не подходит. Хорошо. Так, это по образованию, Жень, у нас там вопрос. Да, тут я маленькую вот добавку сделал к этому подтверждению. То, что Саша говорил, есть организация, которая подтверждает именно степень, то есть его бакалавриат, микрористатура, PHD и всё такое прочее. Это всё потребуется обязательным образом, когда, если вы захотите устроиться на... Ну, вот, в федеральную какую-то службу, то есть правительство. Особенно федеральное правительство, они обязательно вас попросят подтверждение именно формальное. Какая-нибудь, если вы захотите с канадской армией поучаствовать в приключениях, обязательно вас попросят, особенно если вы там со своим образованием претендуете на офицерское звание какое-то, этот процесс нужно будет пройти. А из этого вытекает... Ну, а тут второй вопрос. Он спрашивает про учёные степени. А сколько котируются учёные степени, в частности, степени магистра технических наук по направлению геодезии. Ну, про магистра, оно всё точно так же, как и было как бакалавра. Ну, прекрасно, что у вас есть магистра. Замечательно. Вот в той организации, про которую говорил Саша, вот в этом вот board of examiners, им, собственно, неважно, как магистры вы, PHD или даже доктор наук. Если у вас нет, например, курса канадского кадастрового права, а мигайки его почему-то не преподавали, то, собственно, вот... Странно. Да. И как бы вот сдавайте, как бы и всё. Так что вот такой ответ. Я про учёные звания, если честно, не могу ничего сказать. Я вот единственное, у меня тесть, который тоже закончил, кстати, мигаек, он являлся кандидатом в науку в России. Здесь, по-моему, он пробовал получать PHD, но там какой-то процесс, который оказался совершенно, в общем-то, не нужен и не влияет ни на что, в том числе и зарплату, и, в общем-то, как-то это всё он оставил. А он, в смысле, автоматом не является PHD в Канаде разве? Автоматом... Ну, слушай. Автоматом... Я вообще-то у меня в дипломе написано инженер. Я инженер. Не, не, я не про такие. Вот научные просто, они как-то, по-моему, проще к этому относятся. Не буду врать, не уверен. Но, насколько я знаю, автоматом, прям вот автоматом ничего он не получил. Ну, там... Он может, наверное, сказать, что он PHD в резюме написать. Ну, наверное, да. Наверное. Мне кажется, с российским может подаваться на тот же там пост докторат, как он называется, то есть на следующую ступень. Опять же, Женя празднует каким-то образом подтверждаться, но, допустим, как я, так и он работали в... Как это называется? В частном секторе, где всем совершенно всё равно, на самом деле, что у тебя написано в бумаге. Ладно, хорошо. Просто дипломы – это моя любимая тема. Так, давайте дальше, ближе к жизни. Диплом я переводил, если тебя интересует. Я переводил и свой даже подтверждение получил для Квебека. Так, хорошо. Жень, что у нас там по вопросам дальше? По образованию? Дальше у нас раздел 2, финансовое обеспечение. Ну, это больше касается миграции. Да, давай сейчас будем чередовать. Я из чата зачитаю вопрос. Интересный вопрос просто по работе, чтобы нас не было только в одну сторону. От Алексея Кронга вопрос. Евгений, расскажи об опыте... Ну, это и к Александру относится. Расскажи об опыте геодического сопровождения небоскрёба. Ну, это, может, шуточный вопрос, может, нет. Небоскрёбами занимались, нет? Именно в строительстве. Может быть, есть смысл рассказать, какая больше работа у вас в профессиональной деятельности присутствует, чтобы коллеги не спрашивали дальше про мосты, небоскрёбы и всё такое. Александр Кронг, он спрашивает про вполне конкретный объект. Мы с вами давно разговаривали ещё по ВКонтактам, несколько лет назад. Я работал на здании, которое называется The Bow Building. Оно, по-моему, 48- или 52-этажное здание стальной конструкции, которое выполнено в форме лука. Они его называют луком, откуда из слова bow. Если сверху на него смотреть, мы всегда его называли... Банан. In canna banana. Потому что это клиент, который строил, для которого здание была нефтяная компания, In canna, а, собственно, выглядит как он банан, поэтому так его называли. Там работало практически в full-time 4-5 геодезических бригад на этом здании. Почему? Потому что каждая металлическая конструкция должна была выставляться с помощью геодезистов. Там были перекрёстные, так называемые, диагриды, такие вот огромные совершенно металлические конструкции, которые выставляли ночью геодезисты с монтажниками. Вот. Мне посчастливилось работать какое-то время на участке со мной как геодезисты, и какое-то время в офисе. Причём начал я работать на этом объекте с одной компанией, которая когда ещё котлован рыли, там я делал лазерное сканирование. А уже заканчивал, когда нужно было лазить по балкам, собственно, наверху, там тоже, в общем, не самые приятные ощущения. Вообще говоря, поскольку я работал именно в роли техникой геодезиста, грубо говоря, то есть, ну или по-нашему это инженер-геодезист, то есть он выполнял какие-то полевые работы, выполнял какую-то обработку данных, участвовал в команде, я не могу так вот рассказать с точки зрения начальника проекта, чтобы всё знать про это. Кое-какие вещи знаю, но, в общем-то, это отдельное целое, это можно отдельное целое видео говорить. А это, потому что там целые наборы работ, ну практически все из них делались вот с максимальной точностью, которую мы можем вытянуть из своих приборов. То есть у нас у всех были полусекундные, односекундные приборы, самые прецизионные цели, там, вешки, штативы, там, всё такое, всё, что можно. И вот вытягивали вся всё, что можно, потому что, например, вот даже вот какое-то время я был ответственен за так называемый скрин. Как мне это слово просто вот задрало, если честно. Я просто у меня, если у меня есть ночью кошмары, то вот это вот с этим словом. Но это, грубо говоря, нужно было размечать форму, металлическую форму, которая идёт вокруг всего пола здания, но оно вот в этой такой постоянной изогнутой форме. Это нужно было всё выставлять, чтобы на него потом цеплялись окна, вот эти вот снаружи. Соответственно, там прочность, но вот они говорят, какую-то вы можете точно заявить, там миллиметр нужен. Мы говорим, забудьте про ваш миллиметр, не бойтесь, никогда его. Он говорит, ну давай пять. Он говорит, ну хорошо, пять мы вытянем, и вот мы там полупались, чтобы на всём здании симметрично ко всему вытянуть им пять миллиметров. Ну, да. Опять же говорю, чтобы ответить точно на вопрос, который я вижу в чате, это очень длинный разговор. Ну, в общем, ладно. Да, то есть это там была, там вокруг была на два квартала сеть, которую мониторили раз в месяц, и полностью перенаблюдали GPS, GPS, sets of angles, то есть полусекундники на крышах. Всё это приносили вниз и приносили на этажи, насколько можно было. И плюс контролировали всё это отвесами оптическими. Обычно, когда мы, например, перенаблюдали сеть и переносили её с этажа на этаж, это две бригады где-то на три-четыре дня. Как это что-то? Ну, это детальные уже вопросы. Так, дальше. Был вопрос, ну, вот опять относящийся к образованию. Если инженер-строитель, наверное, та же самая система, да, Саш, может ты скажешь, что просто экзамен сдаёшь, или там надо именно чтобы геодезически, или там, получается, будет больше экзаменов надо просто сдавать, да, так как у тебя геодезических предметов меньше будет. Для инженеров здесь своя ассоциация. Нет, я именно... Саша не про это говорит. Нет, не про это, а про то, чтобы вот ленд-сервейером стать, но ты строительное образование, у тебя российское. То есть не геодезическое. Это зависит от того, какие были предметы в институте, и, собственно, что написано в дипломе. И самое сложное здесь, это вот из экзаменов, про которые мы говорили, это высшая геодезия, математика. Если вот это всё, все эти курсы есть, они, скорее всего, должны зачесть. Если они зачтутся, то тогда будет, конечно, попроще. Но, возможно, я не могу ничего сказать. Возможно, будет больше экзаментов сдавать, нежели чем с геодезическим образованием. Но, опять же, у меня-то, например, не геодезическое образование, у меня картографическое образование. Геодезии у меня было не так много, как, скажем, у Жени. У меня было несколько семестров обыкновенной геодезии, по-моему, два семестра выше геодезии, а всё остальное были изыски картографии. И, тем не менее, мне зачли достаточно много. Насчёт строительного образования я не уверен, но там же геодезия-то в курсах, скорее всего, есть. Геодезия есть. Высшей нету, геодезия есть. То есть геодезия есть, но её как бы не очень много. Я не знаю, сколько часов. Часов 60, наверное, или 70. Что это смеется? Жени просто смеётся над строителями. Да. Он просто смеётся, что ты всё знаешь, наверное. Нет, просто когда говорят геодезии 60 часов, я мне это начинаю называть. Нет, у меня есть строительное образование, я что-то помню, что-то у меня цифра 63, я не знаю, почему. Саш, насчёт вот этого всего образования, я хотел поднять такой вопрос. Оно же становиться профессиональным ленд-сервейером совершенно необязательно, чтобы здесь вообще работать. Вот, допустим, у меня всё тот же мой тесть, он не профессиональный ленд-сервейер. Он профессиональный инженер, но он не профессиональный ленд-сервейер. И как бы он занимается такими вещами, которые, ну, вообще ему не нужно, это профессиональный ленд-сервейер, никаким, собственно, боком. Поэтому это вообще не единственный и, наверное, необязательный путь здесь, карьера. Не, ну, мы сейчас говорим не о том, кем бы устроиться человек с российским образованием, а то, что он уже имеет, возможно, навык работы геодезистом на стройке, имеет строительное образование и хочет работать именно геодезистом на стройке или там в кадастре в Канаде, например. То есть тут не то, что он может стать инженером, или понятно, что, наверное, работать на стройке можно. Не, ну ты, если ты профессиональный ленд-сервейер, ты, наверное, побольше денег ты будешь получать, чем если ты не прошёл все эти сертификации. Читули. Ну, вот... На самом деле, на самом деле, на самом деле, читули – это очень точное определение. Да, 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 я без сарказма, собственно, сказал. Мы забываем, мы забываем о таком вещи, что профессиональный ленд-сервейер, он сидит на зарплате. Вот мне платят некое количество тысяч долларов в год, и это всё, что я могу, собственно, заработать, если я работаю на компании. А человек, который ходит в поле, работает в поле, он получает почасовую зарплату. То есть если он... Есть такая штука, очень интересная, называется овертайм. То есть если ты работаешь больше, чем 40, там, или 44, или сколько твоя компания скажет вот эту цифру, часов в неделю, то ты зарабатываешь в полтора раза больше, чем твоя обычная зарплата. И если индустрия бумит, если работы очень много, если всё прям круто, то полевик будет получать больше, чем начинающий ленд-сервейер. Это 100%. Это уже идёт вот кому что нужно. И я... У меня на самом деле ни один и ни два знакомых, которые со строительным, кстати, образованием работали в Калгари, правда, это было несколько лет назад, работали на стройке construction surveying, и там вообще кадастровые серверы это не нужны вообще никаким образом. И совершенно были довольны, заработали нормальное количество денег. То есть если брать зарплату, то... Особенно вот так вот получилось, когда я получал своего ленд-сервейера, у нас нефтегаз подупал. И поэтому там ни о каких бонусах или что-то речи вообще никакого не шло. Там было всё тяжело достаточно. Поэтому это бабка на 2, я сказал, на самом деле. Не, ну это для пожилых, пенсионеров, там, хорошая, что капает, денюжка. А это же бегать надо ещё. Правильно? По полям. Вот как раз... Пенсионерами на развал, Жень. Ну я себя тоже. Я же мыслю так, что нам-то пора уже не то, что думать о вечном, но как бы, чтобы поменьше работать и побольше зарабатывать. Так, возвращаясь к деньгам, какая геодезия в Канаде наиболее выгодна? Стройка, изыскание на нефтянке, землеустройство, частный найм. Ну, частный найм, наверное, там, кто позвонил, там, приди, померяй мне чего-нибудь, чуть-чуть. Это самое невыгодное. Самое невыгодное это частный найм. А нефтянка была сумасшедшая, очень жирная, когда я начинал в 2004 году, ну прям вот, вот без рук, без ног брали. Главное, чтобы хоть как-то мог там что-то делать. Вот, сейчас с этим огромная проблема, так что я, наверное, скажу, что сейчас строительство движения. Да, да, согласен, в общем-то, строительство, муниципальное строительство. Вообще, в вопросе про деньгах и вопросе, что делать и куда направлять свои лыжи, тут такой нужно учесть момент как бы отдача за единицу потраченного времени. То есть, когда речь идет о лицензированных лицензированных геодезистов и говорят, ну, Саша, как правильно сказал, что в абсолютном измерении, да, зарплата может быть сравнима, например, с полевиком, который работает в нефтянке. Просто нужно учесть, что полевик, который работает в нефтянке, он находится в командировке там на три недели и впахивает, гробит свое здоровье. Получая, например, получая, такие же деньги, зарабатывая такие же деньги, можно сидеть спокойненько в офисе и проверять данные того товарища и выпускать какие-то планы. Женька, у меня 7 лет ушло на получение вот этого сидения в офисе. Не, не, все понятно. Поэтому я и говорю для пенсионеров, что поработали в поле, теперь уже можно это... И посидеть. Да, посидеть. Лень выходить. Женек, подожди. Так и есть. Получается, что, вот как Саша сказал, есть примеры людей, которые принимают очень интересные решения после того, как они получили лайн-сервейер, лицензию. Например, вот в компании, где я работал в Калгари, человек получил лицензию, и он как работал в поле, так и остался. Он уже, наверное, сейчас 10-й год работает в поле даже с лицензией. Но тут фишка вот в чем. он практически так называемый контрактор. У него свое оборудование и свои машины, свои квадроциклы, и он все это, ему компания все это оплачивает. То есть он на этом зарабатывает дополнительные деньги. Соответственно, уже его зарплата, конечно же, не сравнится с лицензированным герезистом, потому что это раза в полтора-два больше. И он делает такой выбор. Он говорит, да, я следующие 10-15 лет проведу в поле, может быть, свою семью вижу поменьше, но после этого ему работать он может, в принципе, на пенсию выходить. Он отобьет себе дом или все такое прочее. Но это же не то, что ты можешь приехать и сразу тебе такой дел тебе дадут. Совершенно не так. У него есть какие-то персональные связи с менеджерами в этой компании, с руководством, ему доверяют вообще, то есть он герезист лицензированный, понятно, что ему доверяют. У него совершенно другой уровень экспертизы в поле. То есть когда он в поле может самостоятельно принимать такие решения, которые, естественно, даже многие техники герезиста с огромным опытом не могут принимать. Поэтому сценариев и ситуаций много в этом смысле. Мое персональное мнение, если, например, человек с герезическим профильным образованием приезжает в Канаду, то я бы рекомендовал идти по пути получения лицензии и герезиста, и профессионального инженера и как можно быстрее. То есть это самый главный приоритет, это получать все-таки квалификацию. Будете вы их использовать, не будете вы использовать, в офисе вы будете сидеть, в поле. Это уже вам открываются двери тогда, когда все это получаете. А по-моему, из моего мнения, хотя это и трудный процесс, это стоит того. Ну, я на 100% соглашусь с Женей по этому поводу, потому что это же время не потрачено впустую. Вы вот, допустим, я сказал, что 7 лет у меня ушло. Ну да, с тех пор, как я заполнил вот эту вот бумажку, что я подаюсь на Сибепс, до того времени, как я получил бумажку, что ты молодец. У меня прошло где-то около 7 лет, но это же 7 лет, которые я получал, бесценный опыт, который я работал и там, и здесь, и сям, и то узнал, и офис узнал, и поле узнал. То есть, на протяжении этих 7 лет, это же не просто, как бы, ты только учишься и получаешь вот эту вот лицензию. это же нарабатывание опыта, оно, конечно, стоит того. Вот, единственное, что поддерживать лицензию может быть достаточно монетозатратно, особенно, когда их 3. Вот, у меня 3 лицензии. есть плата какая-то, да, и там, конечно, документы, оборудование предоставлять, там, вот, был вопрос у кого-то, что с поверками оборудования, например, насколько это обязательно, не обязательно. Вообще, какие требования, вот, например, как ты говоришь, к продлению лицензии, Саша? Вообще, есть, есть акты, да, акт, серверский акт, еще какой-то акт, какие-то стандарты. Он говорит про законы, он говорит про законы. не, ну, что проверяется, я имею в виду, вот, например, что ты должен предоставить для продления лицензии, то есть, проверяется, какая твоя деятельность, может, какие-то отчеты проверяются, или что, я не знаю, для продления лицензии ты что предоставляешь, или просто денежку платишь? В каждой провинции по-разному, но вообще ты должен, вот я, например, в двух из трех провинций в Соскотчеване и Британской Колумбии надо как-то, как это называется уже, как вы называете по-русски CPD, скажи мне. То есть, скажи по-английски, а мы подумаем. Continuous Professional Development. Это постоянно повышение квалификации. Спасибо, друзья. Вот, каждый, каждый, допустим, семинар, на котором ты присутствуешь, какой-то митинг сервейеров, я вот, допустим, если ты написал, если ты написал статью в Нью-Ансервейерский журнал, это все зачитывается, вот в это вот, вот в эти, как бы, поинт у тебя идут. И, допустим, в Британской Колумбии ты должен набрать определенное количество вот этих очков, назовем их так, за определенный период времени, скажем, три года. Вот. И, ну, и также идут постоянные, в каждой провинции, опять же, по-разному, но вот я недавно, буквально, несколько месяцев назад я прошел проверку в ассоциации, то есть, меня попросили три моих продукта, то есть, три моих плана, которые я недавно сделал. Они делали полевую инспекцию, они делали офисную инспекцию, они приходили ко мне в офис, со мной было собеседование, мне задавали вопросы, какие у меня процедуры, как я делаю это, как я делаю то, и потом мне выдали такой толстый, большой репорт с фотографиями из поля, какой я молодец. То есть, замечаний не было, да, все нормально? Нет, замечаний было полно, но это, это на самом деле очень познавательный и позитивный процесс, если откровенно, вот, потому что, ну, на ошибках ты учишься, и я относительно молодой, то есть, лицензия у меня в Британсской Колумбии три с небольшим года всего, поэтому оно, оно помогает, оно действительно тебе помогает в этом плане, потому что это, это, это несомненно опыт, но вот если говорить о, о проверках, то, ну, их как таковых, нет, ну, вот это и было, собственно, проверка, это как у нас с РОО приходит, и ты показываешь свои отчеты, они проверяют, а здесь даже полевой контроль, что у нас довольно редко делается, точнее, не делается. Вот в Альберте полевого контроля нет, в Альберте, я, кстати, вот ассоциация, она, она самоконтролируемая ассоциация, то есть, ее не контролирует государство, ее контролируют члены этой ассоциации, внутри этой ассоциации, я нахожусь в одном из, я не знаю, я вот по-русски, вот эти все термины, конечно, для меня так смешно звучат, потому что я так давно не разговаривал на, на них, в Альберте я состою в комитете, который, собственно, занимается тем, что он проверяет членов этой ассоциации. Контрольный комитет, да. Супер. Контрольный комитет. То есть, я смотрю какие-то файлы других членов ассоциации и делаю какие-то там комментарии туда-сюда. Поэтому у тебя все нормально. Ну да, нет, это опять же, из-за моего, собственного желания остаться, я же в Альберте уже не практикую полтора года, поэтому мне очень хочется, как бы, свои знания оставить. Поэтому мне, на самом деле, это сильно помогает. Ну вот, уходя к финансовому, финансовой составляющей вопроса, то, конечно, взнос есть. И взнос, он плюс-минус где-то полторы тысячи долларов в год. Ну вот, плюс-минус. Ну вот как раз у вас был вопрос такой, сколько лицензий. Да, но, например, я работаю на компанию, и у меня все три моей лицензии, они покрываются компанией. Это было мое условие, я сказал, хотя, допустим, со скачеваном я не пользуюсь вообще, но я сказал, что я не собираюсь его бросать, вы мне будете его поддерживать. Они сказали, будем, и вот, поддерживаем. Вот как раз тоже MapServeer спрашивает, для каждой провинции своя лицензия или по всей стране действует? Ну, собственно, из твоих слов понятно, что в каждой провинции своя, наверное, и у тебя их три даже. В каждой провинции своя, и есть еще Canada Lands Server. Это... Ну, нет, вот, это не совсем так, это поскольку у нас есть территория, и не только провинция. Самое видео номер три на моем канале, там я вот это объяснял. Так, все, завершаем стрим, смотрим видео. Смотрим видео номер три. Поскольку у нас есть земли, федеральные земли, вот на федеральных землях теперь на Canada Land Zombie, и здесь есть индийская резервация, или национальный пакет. Так. Я подвис, да? Да, ты подвис. Это Евгений тебя вырубает, все смотрели его видео номер три. Прошу прощения. На чем я подвис? Да нормально, там просто было очень разрежено, то есть понятно, что для федеральных территорий. то есть если я нахожусь, допустим, в Британской Колумбии, и мне надо сделать какой-то проект на территорию резервации, я с провинциальной комиссией это делать не могу, мне нужна федеральная комиссия, то есть Canada Land. То же самое относится к национальным паркам. Ну это такие очень совсем детали. Хотя в Британской Колумбии, поскольку резерваций много, это Canada Land комиссия, она в общем лицензия, она в общем-то полезная штука. Ну и вот мы с Сашей планируем вместе учиться на эту лицензию. Будем читать книжки, будем читать книжки, рассказывать другие-другие интересные истории, то, что ты узнал, и потом может быть даже сдадим экзамен. Вот вопрос почти в тему. Насколько часто меняется законодательство и правила работы, в том числе нахождение в ассоциации? Например, вот эти требования к экзаменам, ну чтобы лицензию получить или в принципе законодательство для работы? Жень, ты будешь отвечать? Давай, я отвечаю. Кардинально они не меняются, так вот прям очень сильно они не меняются. Постоянно что-то вносят какие-то мелкие изменения, но они скорее больше таких резуистических деталях. И вот так вот, чтобы ну то, что я слышал в России, кто-то жаловался на то, что взяли раз, там все поменяли, там сидят по астам. Мы говорим. что я сомневаюсь, на самом деле, да, на самом деле это не все совершенно. Ну, естественно, такого нет, ничего такого, да я думаю, в России такого нет. В общем-то, какие-то изменения происходят, но не кардинальные. Если происходят какие-то большие изменения, скажем, не по ассоциации, а про какие-то требования, например, к тем же самым дронам, к полетам, об этом объявляют за полгода, а то есть за год. Понятно, что вот с такого числа это вступит в силу, готовьтесь, изменяйте свои правила, вам вот там полгода или нет. Ну, вот ассоциации изменений, они должны быть, то есть идет на голосование между всеми членами ассоциации, они должны быть приняты большинством, в любом случае. Ну, так, понятно. У нас в России было какое-то изменение, я просто там вот этих кадастровых инженеров не особо касаюсь, но ужесточили правила, скажем так, выдачи всех этих лицензий кадастровых инженеров, раньше мог любой почти получить, теперь, ну, как во всех развитых странах стала там стажировка и все такое, то есть не просто так, и требования к образованию ужесточили. Так, вопрос общего характера, Александр Никифоров спрашивает, какой программное обеспечение используется, в общем в Канаде, какой вы используете для работы, ну, там, обработка, отрисовка, и что по оборудованию, например, вот, Жень, ты говорил, были высокоточные какие-то, это, наверное, там, лейка у вас была, да, в принципе, в основном, какое оборудование используется и программное обеспечение. Так, давай, комиссия. Давай. Два самых популярных варианта, это тримбл и лайк, естественно, в зависимости от предпочтений, на самом деле. Сейчас выходят, выходят всякие мелкие, мелкие компании на рынок и даже пользуются некой популярностью, особенно среди небольших компаний, и даже в британской Колумбии, я знаю, несколько совсем-совсем маленьких компаний пользуются не тримбл и лайк. Но поскольку тримбл и лайк имеют наиболее полное, скажем, ну, наиболее полное, скажем так, обеспечение в плане и как-то обработки данных и прочее, 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 это, в общем, на самом деле самое популярное решение. Вот моя компания, по крайней мнению, в британской Колумбии, у нас тримбл. Вот. А по поводу софта, это я вот всегда был Civil 3D, хотя на заре своей карьеры и рисовал, я как бы был, как это называют, как драфт по-русски будет опять? Картежник. 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 Вот. Когда рисовал, у нас был MicroStation, но это было очень непопулярное решение. А в основном Civil 3D, и я вот сейчас знаю, в MicroServey много народу рисует, именно вот этот, который MicroServey Cut, сейчас у них новое, MicroServey InCut, по-моему, называется, и там, в общем, MicroServey плюс MicroServey в плане, друзья, у меня с русскими терминологией беда полная. Говори на английском, переводите. Женя будет переводить. Ну, что-то я вообще первый раз слышу, что это, MicroServey Cut? MicroServey это... Это канадская статусная. Это более такая калькулительная программа, вот, и они не идут войной на AutoCAD, а становятся друзьями AutoCAD. То есть, они больше для обработки геодических измерений, да? Да, да. Нет, нет, они, нет, обработка это будет у тебя, ну, Tribble Business Center. да, Business Center. А это, это, в общем-то, для рисования, это, скажем так, перед тем, как ты идешь в поле, тебе надо закалькулить какие-то там вещи, да, там сделать траверс какой-то, ход проложить, ну, прям в программе. Вот, она используется для этого. Но вот они сейчас делают, такое у них есть решение называется Microserve in CAD. И это такой гибрид Civil 3D и Microserve, который, вот я, допустим, у меня жена, которая тоже закончила мигай, кстати, вот, она работает на другую компанию, и вот у них как раз вот она рисует вот в этом Microserve CAD сплетении таком, и говорит, что очень даже все, в общем-то, нормально. Это, конечно, не инженеринг, потому что Civil 3D все-таки он более, более продвинутый в инженерном плане, но он, мы делаем, для кадастрового сервера это вполне все нормально. Но вообще, Жень, у тебя Civil 3D у тебя там уже, да? Да. Да, у меня всего 3D. Что, начинать мою самую версию? Ну, расскажи свою версию развития событий. Microsation самый лучший. Нет, он его не прав. Bentley. Bentley. Ну, машина хорошая, да, да. Хорошая машина. Значит, по оборудованию сначала, то, что Саша начинал говорить, так и, собственно говоря, и есть. Два больших производителя, как бы, наверное, как и во всем мире, это Leica и Trimble. Trimble очень сильно популярен там, где больше строительства, потому что у него значительно более юзер-фрэнк полевой компьютер, вот, и он именно направлен на строительство, на машин-контроль, где вот это употребляется, туда с Leica если придешь, ну, будут потешаться над тобой, смеяться и глумиться, потом пошли деньги покупать Trimble. Да ладно. О, у нас Leica вот, Leica вот есть, так, немного рекламы. В дорожном строительстве особенно, вот так и сделают, потому что если вы пробовали использовать Roadrunner, Leica в этом и вы после этого не застрелились, то вы, в общем-то, да. Кстати, Жень, в дорожном я перебью, на секундочку, я видел Topcon'ов достаточное количество. Да, да, согласен. Это, кстати говоря, опять же, не вопрос не ко мне, а скорее моему папане, который сейчас в Calgary тоже измигает, как, кстати говоря. Короче, надо было сначала со старшим поколением стриммера есть. Да, да, я понял. Да, и вот, значит, вот я видел такое разделение. Вот, например, в Британской Колумбии и, собственно говоря, в Альберте то же самое. Кадастровые геодезисты, ну, очень много, очень много работают с Лейкой, и не потому, что она там какая-то прекрасная и хорошая, а потому, что они вот ее знают и никуда ничего сворачивать не хотят. Вот и все. И как бы, они знают, что Лейка очень хорошая, а зачем от хорошего что-то еще хорошего искать? Вот. Так получилось, не специально, не по моему какому-то выбору, так получилось, что за практически всю свою карьеру в Канаде я работал только с Лейкой. Начиналось все там с каких-то 405-408 тахеометров, соответственно, вот этих вот еще красненьких GPS-ов красно-белых, какой-то 5000-я, по-моему, серия, что-то такое было. Хорошо, не белый. Потом 1200-я была серия, потом, соответственно, виллы, все такое прочее. Я всегда работал с Лейкой. И, соответственно, выбор, когда свою компанию начала, тоже сделал в пользу Лейки, но об этом, опять же, я подробнее буду говорить, не скажу, где. Потом я выбрал вот именно Лейку и там обучение. Так, погоди, где ты подробно можешь сказать? Видео номер... Он не скажет. Видео номер 5? Ну, да, да, собственно говоря. Дело в том, что там получилось так, что я записал вот эти 4, потом говорю, вот-вот, я сейчас еще одно вышло там, ну, и вот год прошел. Лейк, а ты видео записываешь? Я даже не знал. А у тебя канал есть, да? Да, у Евгения есть канал, я просто... понимаешь, как там сказали в самом начале, подписки там, да, там такая subscription, если больше. донаты надо кидать. Так, как раз по оборудованию сейчас, Женя, пока к ПО не перешли, вот Саша сказал тоже, Саш, ты какой имел в виду вот это редко появляющееся или начало появляться оборудование? Это что за марки-то, какие используются? Может, Китай уже пришел наконец-то в Канаду? Китай пришел, Китай пришел, блин, как же это называлось? Я помню, Геомакс это называется. Геомакс, Геомакс это не Китай, коллеги, не надо, это почти Лейка, это гексагон. Дело в том, Саш, дело в том, что мы это все видим на своих конференциях и на самом деле откуда оно пришло и вот эти вот все детали, мы честно говоря... Ну, то есть Геомакс сейчас развито, ну, начинает ходить... Геомакс, я тестировал Геомакс лично, я помню, в моей предыдущей компании, когда я работал еще в Калгари, у нас получилась такая проблема, что поставщик Тримбла был, ну, вот у нас с ними не складывались отношения, и поэтому мы решили поменять прибор исключительно из-за поставщика, потому что на самом деле они все делают одну и ту же функцию, выполняют эти приборы, и они все работают на самом деле. И я тестировал некоторые, я тестировал, смотрел еще на... почему-то не смотрел на Топком, не знаю почему, но еще есть такая... Альтус назывался. Альтус, да. Приборы не знаю. Есть, есть. На него смотрел и смотрел на Лайку. И, ну, вот, честно, разница видна невооруженным глазом на самом деле, потому что, во-первых, во-первых, не понравилось то, что они используют вот это, как Женя говорит, полевой компьютер, вот эта софтина для полевого компьютера, она не их. То есть она не родная, она, по-моему, Карлсоновская какая-то что-то там. Да. И вот это все... ты имеешь в виду Геомакс, да? Да, да, да. И это все работает... У меня тоже вопросы, да. Оно все работает как-то, я бы не сказал, криво, но нету вот вот такого, как бы... Нет такой совместимости между прибором и софтины. Насколько оно есть в лайках, хотя я совершенно не фанат лайковской софтины, потому что, ну, там, по-моему, все сделано через одно место по сравнению с Тримблом. Но мы в итоге выбрали лайку. Ну, нет, ну, это правда. Но это правда. Интерфейс, ну, вообще, ну, не знаю. Мы в итоге выбрали лайку, и она работает. У меня есть советная мечта приехать на какую-нибудь интергео и выцепить вот этого инженера, который отличается в программе обеспечения лайки. Вот. И... А вот что сделать, я не придумал еще. Ну, что-нибудь, как я уже знал. Ну, например, на полуке вот так, чтобы у него очень сильная копия. Нет, а ты про какое ПО говоришь, Жень? Я говорю про любое ляковское ПО. Например, вот пример обычно обыкновенный, вот с этим, с БЛК приходит Циклон Редиспер 360. Да? Вот, казалось бы, и выдается такая новая технология, как прекрасно, радуйтесь все. Сканер, он там 20 тысяч стоит. И вот этот Циклон делает проект и папку твоего проекта, и он ее называет какой-то абракадаброй, там, 52 знака. И вот вопрос у меня к этому... гранатому человеку, товарищу, которого я очень хочу, не знаю, как назвать. Ты каким местом частью свое тело думал, когда вот такое сделал? Вот ты скажи мне, вот где вообще мозги? И там таких вот моментов мелких, которые, казалось бы, тебе жизнь не так, чтобы сильно портить, но что-то тебе какое-то неудобство дают. Их там миллион просто. И причем, я когда только начал пользоваться лейкой, я такой был весь фанат, думал, я буду им сообщать, говорить об этом, все такое прочее. Потом делать какой-то полуап, скажешь, вы что-то с этим сделали, а нам пофиг, нам не важно. Мы работаем уже на следующей версии, нам уже проехали, мимо этого. Что ты волнуешься, дорогой? Ну, думаешь, так, ну, Господи, вот из-за этого выяснилась вот такая мечта приехать найти этого товарища. У тебя приземленные мечты, Женя. Я вот сейчас посмотрел, меня атаковали на одном из митингов из Global Troxler, чуваки, и сказали, покупай наш equipment, и, в общем, звонили мне много и давали мне много материалов. Вот я нашел, помимо Geomax и Altos еще Stonex. О, Stonex. Да. Вот. Вот, его тоже рекламируют. Я вот на самом деле не в курсе, про Stonex не знаю ровного счета ничего. Ну, просто я к тому, что он продается в канале. Ну, понятно. Так, ясно. Хорошо, Жень, а ты что-то сказать хотел, Саша, еще, да? Или ты просто вспомнил про Stonex? Я просто нашел Stonex, да. Так, Жень, по ПО и у нас вопрос еще по BIM-технологиям. Как это вообще развито? Есть ли это? И вообще, есть ли, называется ли это, выделяется ли это как-то BIM-технология? Да, выделяется, выделяется. Есть такое дело. Значит, по ПО. Естественно, ПО ваше, ну, чертежное ПО это в основном Civil 3D, либо вот эта вот канадская компания называется Microsurvey, она сейчас часть хексагона, кстати говоря. Они же купили StarNet, то есть у них собирается все там в кучку. Вот у них чертежная софтина есть, плюс Carlson дает какую-то там тоже часть рынка берет под чертежную софтину. Это именно кадровская софта. Обработка данных. Я слышал, опять же, многие пользуются вот этим вот StarNet для уравнивания. и обработки. А многие пользуются вот то, что приходит от производителя. То есть, например, если вы выбрали Lake, это, соответственно, сейчас вот Infinity, если у вас Trimble, то TBC, да, то вот как бы так. Какого-то... Иногда выбор чертежной софты идет от того, чем вы занимаетесь. Если вы занимаетесь много работой для Civil Engineer, инженеров, то у вас как бы практически выбора нет. Вам придется все детали оттыкаться. Ну, MicroStation, я последний раз о нем слышал тогда, когда Саша его пользовался. Ну, приблизительно так. У нас, кстати, некоторые системы Bentley'евские есть сейчас. Это плохо. Это правда плохо. Я слышал о том, что Bentley пользуется очень много, особенно в Штатах, если вот организации, типа, например, муниципалитет какой-то, да, вот они хотят устроить себе какой-то... Потому что у них все это связано еще и с ГИСом своим муниципальным. И в этом смысле у самого Bentley есть очень крутые решения именно для такого масштаба организации. Это такое, по-моему, называется Enterprise Solutions или что-то такое. И в этом смысле это компания. Женька, у нас мы используем так называемый ProjectWise. Это по сути Storage System, то есть это система по сути дела. Я вообще не понимаю, каким образом она лучше того же Dropbox'а, откровенно говоря. Но она стоит миллионы долларов. Там, там, нет, она миллион раз лучше того же Dropbox'а. Да, Жень, значит, тот, кто настраивал ее нам, имеет очень кривые руки. Это был программист из Лейкина. Тот, который название длинное. Ему сложный брат, скорее всего. Они там пусят. Не, ну серьезно. Смотри, зато ехать не надо. Куда? Женя, у меня в одном проекте 70 папок. Вот 70 папок, зачем они, вот структура этих папок? Ну, ладно. Это все мелочи. что является причиной этого. Я просто знаю то, что когда похожие решения приходили от того же автодеска, и да, может быть, с какой-то точки зрения они могут быть неудобны, за них платить много надо, но вот, например, я скажу, что Лейка Эксченж, да, с одной стороны, вроде бы, за нее много платить нужно, и как-то так для маленькой компании как-то так, может быть, и не нужно это делать, а у нас ребята тоже на острове есть, которые, это маленькая компания, три человека, они с первого дня подписались на Лейк Эксченж. Ну, так вот, я скажу, что для них это огромная помощь, просто, значит, меняет их работу кардинально. Поэтому вот эти все сервисы, они скорее тут, в них нужно погрузиться и их по полной пользы. По полной пользы. Я просто не понимаю, зачем нам Бентли, я думаю, что мы используем его не совсем по назначению, я уверен, что это неплохая программа, но просто как она используется в моей компании, она, мне кажется, не совсем по назначению. А насчет лайки, кстати, я хотел сказать, что их политика вот с этими лицензии, там, заплатить 400 долларов, получи вот обработку линии, заплати еще тысячу долларов, и ты можешь к этой линии приставлять теперь точку, а потом, если ты заплачешь 4 тысячи долларов, ты еще обработать все сможешь. Это бесит до трясушки, на самом деле. Вот у меня такая же штуковина, что мне продали контроллер, вот, я говорю, а как референс-лайн вынести? А это еще 500 баксов. Я говорю, о, классно, давайте мне продадим контроллер, а чтобы на нем кнопочки работали, это дополнительные деньги. есть базовые же какие-то вещи. Тебе когда продавали, ты не видел, что тебе продавали? Эти базовые вещи обычно работают 30 дней, а потом за них надо платить. ну, это на самом деле, честно говоря, как они продают, это полнейший бред, это просто вот посадка на бабло, вот, это откровенно, совершенно, и, и вот эти вот все дополнительные вещи, ну, понятно, в чем дело, то есть вы продали, когда вы адвертайзинг делаете, вы выставляете одну цену за какую-то, и всем кажется, «О, классно, я могу подсоединиться к Ляйке за такие деньги, Ляйка такая, «О, мы дешевенькие», а потом ты начинаешь работать, и оказывается, что она урезанная, и когда тебе выставляют реальную цену от того, что это стоит, если бы вы на себя не открыто когда-то сказали, что вот это реально стоит столько, да никто к ним вообще бы не подошел на миллион километров вообще, то есть как бы это называется полсадвертайзинг на самом деле, просто дурят нашего брата везде, друзья, везде. Я не могу, не знаю, это может быть индустри-норм, но, да. Так, как раз по разным ПО и их покупке, много ПО, ну, собственно, политика одна может быть везде, во всех странах, что по подписке, что лицензиями, вот был вопрос у коллег, больше какого? Везде. Ну, они одинаковые, мне кажется, что в России там автокад по подписке теперь, что все примерно одинаково. И по BIM-у тогда, коллеги, по BIM-у. Жень, скажешь, или Саша? Женьке, скорее. Значит, про BIM-у я знаю отголосками, то есть, вот мы начали работать сколько, полгода назад со сканером, соответственно, как-то пытаемся разобраться, не то, чтобы сами мы BIM-у делаем, но... Но вы с БЛК, да, работаете? Да, мы работаем с БЛК, и, соответственно, поэтому мы пытаемся узнавать про BIM. Значит, насколько я понимаю, это вот именно мой взгляд на индустрию, здесь BIM есть, и он начинает входить больше в индустрию дизайна и строительства, но это касается более продвинутых и больших проектов. Особенно часто это включается тогда, когда у вас архитекторы или консультанты на проекты приходят из штатов. Штатов – это значительно более продвинутая технология, там оно года на два, наверное, дальше нашего, и, соответственно, если у вас консультант приходит им делать все это в BIM-е, то, соответственно, и другим участникам этого проекта придется тоже с этим как-то разбираться. Плюс там иногда, но тут как, иногда бывает как, вот какая-то технология, она входит в индустрию не потому, что все такие продвинутые, а потому, что, например, ну вот муниципалитет хочет построить что-то, и они говорят, что вот наши проекты должны были сделать какую-то спецификацию, используете BIM. Ну и тут все рванут тут же неожиданно на курсы и все такое прочее, вот BIM уже включился. Пока что такого я не вижу, чтобы вот кто-то требовал, кто-то хотел этого, и поэтому это все как частная инициатива, насколько я слышал, оно очень отбивается, очень круто, если люди тратятся на обучение, на сортину и на процесс, это все приносит огромную пользу, но это как бы не все хотят этого делать. Ну как бы не то, что не все хотят, а очень мало кто хочет. Так, вот как раз по лазерному сканированию был вопрос, насколько используется, ну вот ты используешь BLK, я как раз не понял твое мнение про BLK, это как бы годная вещь или не очень, я как-то где-то там откомментировал, что это фигня полная. Я слышал, да, я видел это. Ты мне что-то ответил, что типа все нормально, хорошая штука, иногда, ну не ты, а там 360 контора. Ну это я, все-таки. Ну ты, я имею в виду с другого аккаунта. Вот переключился на другой аккаунт и я ответил уже. Слушай, ну ты хипец, Женька. Не, ну он знает, как вести политику, правильно. Сейчас сам будет говорить говно ваше BLK. А ты сам с собой разговариваешь, Жень, в чатах? А ты всегда, да. Всегда. А кто же еще будет писать комменты? Да, вот сейчас отключусь и начну сам с собой беседовать. Значит, про лазерное сканирование вообще начну сначала. Вот в 2007 году я первый раз начал заниматься лазерным сканированием, это была ScanStation 2 Лейкерс. Ну и там сканировали все что угодно и котлованы, и нефтезаводы, и в общем много чего. И также в то время это был целый отдел компании. Я какое-то время это делал, потом 3-4 человека два полевика, которые постоянно ездили, все это делали. С тех пор потом был большой перерыв, когда я с этим вообще не имел дела никаким образом. И вот уже сейчас, как я помню, я на плаву держался, я смотрел, видел, какие приборы выходят, что там нельзя делать, но руками никогда не трогают. И вот недавно мы все-таки решились, мы прыгнули в этот омут, и поскольку самый дешевый спасательный круг в омуте был БЛК, значит, мы с ним и прыгнули. Впечатления двоякие на самом деле об этом БЛК. В общем и целом хороший день на небольшой участок это очень прикольная штука. Это очень прикольная штука естественно для интерьеров. Все, что внутренне. Вот если нужно у вас, например, есть здание и нужно связать внутренние и внешние стены и все это показать в одной такой схеме, потом привязать все-таки к местной системе координат и выдать как облако 15 гигабайт, то прекрасно. Достаточно быстро все и очень просто поле, то есть у тебя iPad есть, идешь и делаешь совершенно без особенных проблем. Ну, там естественно есть ограничения, такие собственно говоря не заявляли, в этом смысле как раз по железу ляйка была очень открытая, в этом смысле очень все было понятно. Там все было значительно менее понятно с обработкой, и сколько стоит будет та сортимия, которая нормально не коряво обработает все данные. И самое интересное, классика собственно говоря ситуации с ляйкой, наверное, не знаю, может быть с остальным производителем то же самое. Вот хочешь посмотреть какое-то видео, которое тебя берет и описывает, что может вот эта сортимия. Скажите русским по белому, пожалуйста. Вот. И такое видео я нашел только от третьей компании, консультационной компании, которая сделала вебинар, который более-менее описывает вообще весь процесс по-человечески. У меня вопрос к лейке, может быть, к тому же инженеру. Ты что не сделал видео сам-то? Вот. Как бы... Ты сначала вопрос задай, а потом в морду ты бери, когда на интервью приедешь. Слушай, организовывай митинг с этим инженером. Ну, надо выяснить. У нас тут коллеги в чате с лейки есть, может, они подскажут, что за инженер БЛК разрабатывал. Нам бы с ним поговорить. Я говорю, что БЛК сам по себе, он, ну, как железо, оно классное. Вот как они сделали все эти вот файл, форматы и все такое прочее, это да, это, конечно, тихий ужас. У кого-то случилось какое-то там, не знаю. А в обычном циклоне обрабатывать там нет такого, да? Там что-то хитрое? Ну, как вот с моей стороны все это выглядело? Там, заходишь на веб-сайт БЛК, там есть у тебя вот эти вот пакетжи, да? Например, БЛК с рекапом, БЛК с циклоном А, да, да, потом еще с чем-то, еще с чем-то, еще с чем-то, и такой длинный текст, как все прекрасно у тебя будет. А вот описание, скажем, как сказать, сравнение, насколько прекраснее у тебя будет от этого сценария к этому, его, во-первых, нет, во-вторых, нет нормального объяснения, что эта саптина вообще может делать, и что может делать это, а не может другая. это все нужно было выковыривать клещами из местных рэпов и, собственно говоря, они не знали. Я потом уже сам там и с ребятами из Екатеринбурга поговорил, и еще с кем-то поговорил, и, в общем-то, таким вот процессом как бы осознал, что как. То есть ты после Леши Мансурова покупал, или не с этими ребятами ты говорил? Нет, после него. А, после. Да, вот, собственно говоря, их успехи меня сподвигли на то, что да, надо в это входить, и надо разбираться и делать. Потому что стало понятно, во всяком случае, когда я их пример увидел, стало понятно, что с этим можно работать, убивать результаты, вопрос как. И тогда я сделал как, я пришел к своему продавцу и сказал, так, я тебе вообще денег больше не дам, вот я тебе там 25 тысяч дал на этот сканер, давай мне тест лицензии, пока я не выясню, какая из них работает больше. И вот он мне давал их на 15 дней, и пока я не выяснил, я ему больше денег не дал, потому что сказал, что вот это вот лохотрон вот этот с деньгами лечит. Хорошо, он не понял по-русски, да? Это самое, ты в итоге какую взял лицензию-то? Я, прослушаю? Да, в итоге у нас все устаханилось на такой схеме. Это циклон регистра 360, и из него все это выходит в река. И потом, соответственно, если нужно, это уходит еще и в several 3D. Извините, пожалуйста. Саш, перехвати, пожалуйста, перехвати, пожалуйста, инициативу. Я могу перехватить инициативу, По лазерному сканированию, я думаю, Саш, мы уже примерно поняли. Я не помогу, к сожалению, у меня экспертиза в лазерном сканировании, мы, наверное, зря в самом начале не рассказали, кто вообще чем занимается. Не, не рассказали, кто такие вообще лазерным сканированием у меня опыта немного, я все больше, сейчас не только кадастры, сейчас и строительные появились, но вообще всю жизнь нефтегаз. Не, у меня другой вопрос, тут у нас в чате есть, другой вопрос, касающийся, ну, мы как бы по новым, условно новым технологиям, которым меньше 50 лет, беспилотники, дроны, коптеры, как все это используется, беспилотные технологии. Я начну, Женя продолжит, у него опыта больше, но я начну. С беспилотниками, с дронами сейчас ужесточили правила в Канаде, достаточно серьезно, надо получать соответствующие разрешения, которые, если делать самому, то долго, если нанимать кому-то, то достаточно дорого, это надо писать план полетов, это надо рассказывать вообще, где и что, летать нельзя в 200 метрах от такого здания, от сякого здания, и в общем, если ты делаешь это на бизнес, там очень много всяких регуляторных помех, но это все делается, это все достигается, например, Женя, когда сможет вступить в разговор, он расскажет, что он получил разрешение достаточно недавно, и как бы это все делается. насчет применения, я могу сказать так, что, допустим, то, чем занимаюсь я, это, допустим, мелкие, частные, как мы обозвали, частные, типа, звонки, запросы, там это применять смысла, конечно, особо нет, это все лучше делать так, Евгений не согласен, по поводу допусков и все такое, ну, вопрос первый, лицензирование, то есть, как это, там, получать какое-то разрешение, паспорт на этот коптер, и, в принципе, на полеты, о чем, вот, как раз сейчас Саша говорил, допуски какие-то. Жень, твое мнение по вопросу применения беспилотников, или мы пока Сашу послушаем? Нет, просто вступает. Давайте я скажу сейчас парочку слов про беспилотники, значит, как я вообще во всю эту картину пришел с беспилотниками, они появились, собственно говоря, очень-очень давно, и про них вообще, вот, в смысле беспилотников там еще с советских времен, я слышал тоже очень давно по семейным связям, так скажем, и извините, пожалуйста, тут, и мне всегда эта тема была просто самому интересной, просто, естественно, это не опускалось по ценовой категории для того, чтобы это можно было сделать самому. потом случилось так, что я просто решил, думаю, вот, я пошел в наш электронный магазин и купил один такой, ну, потом сам на него летал, все гонял, и все, заканчивалось. потом у нас появился один австралиец к нам пришел и говорит, давайте я вам помогу сделать лицензию, все это провести через вашу, ну, через, я говорю, давай, он там достаточно скромных денег попросил, и, грубо говоря, он нас превратил в небольшую такой, авиалинию небольшую, у нас есть свой мануал, там, полетные, все эти, инструкции, там достаточно такой серьезный процесс, со всем этим проходишь какую-то школу, там, ну, достаточно серьезное такое образование, про радиочастоты там тебе, про аэропорты все это рассказывают, и потом подаешься в федеральный агент, называется Transport Canada, и от них получаешь так называемый SFOC, Special Flight Operation Certificate, который тебе позволяет либо летать в разных в разных зонах, короче говоря, которые более-менее закрыты, и в разных зонах там есть разные правила, как можно летать, в некоторых там вообще никаких правил не нужно летать, ну, ниже 100 метров, что хочешь, ты творить, не врезайся в орлов и людей, и все будет прекрасно. В некоторых зонах там правила пожестче, ну, там самолеты могут летать, а в некоторых просто закрыто, там ни под какими соусом ты не сможешь летать, например, походить к аэропорту и там чревато серьезнейшими последствиями, по-моему, штраф, что-то, я не помню, 250 тысяч было, ну, короче, боюсь так, что потом нужно ипотеку убрать. И вот мое мнение такое, что тут нужно понимать, что чего-то хочется этим достичь, собственно говоря. И если есть какой-то определенный на это спрос, то это имеет смысл это делать. Вот мы через этот весь процесс прошли, он у нас не так много денег и занял. Оборудование само дешевое, по софту мы купили вот этот питерский агисофтовский софт. по оборудованию чем вы летаете? Да он этот самый панпун 4 pro. Без всяких навесок, да-да-да, да, я знаю, знаю, я знаю, я знаю. Ну-ну, да, агисофт. да-да, и тут как бы дело в том, что нужно ограничивать свои expectations, как сказать, ожидания, да, ограничивать свои ожидания, у вас появится неожиданное счастье. Это вообще в жизни так, ведь. Все, перешли на философию. А мы сейчас поговорим про применение, потому что не, мы просто плавно подходим к зарплатам по этому, поэтому надо сказать всем. Женя, давай применение. Вот, давайте сначала обсудим историографию, а потом примирение. Ну и вот, когда ты проходишь этот процесс, когда ты применяешь его на нескольких участках, я провел тесты, естественно, такие вот, на всяких разных поверхностях, на всяких разных ситуациях, а какую точность, собственно, я получаю на своей модели. Так вот, вот, четко, раз за разом, если я летаю там от 60 до 80 метров высота над землей, на открытую, не за, например, на камень или на асфальт, я получаю 2-3 сантиметра точности. В некоторых случаях там меньше, чем 2 сантиметра, то есть там целая площадь, а не как 2 сантиметра, когда там достаточно, ну, там асфальт какой-то еще. Вот, на что-то другое там где-то 5-10. Самое большое у меня было, это вот, когда там трава всякая, все такое прочее, вот там было 20 сантиметров, но это понятно, потому что коптер траву заснял, там и не нужно его провести. Ну и вот, и соответственно у нас появился определенный набор работ, которые мы делаем коптером, например, то же самое, ну, карьеры, конечно, коптеры мы сделали, добавим к этому, там есть, опять же, там же есть процедура, как это делать, то есть ты не просто пришел там, оставил опознаков, полетал 10 минут и убежал, это как бы очень любительский процесс, а по-нормальному ты, во-первых, опознаки ставишь, потом ты делаешь такую разреженную съемочку всего этого, а потом летаешь коптером, летаешь не просто 90 градусов смотришь, а облик съемку делаешь, потом вручную полетать немножечко, там подснять какие-то вещи, вот, то есть это на самом деле это все достижимо, вот, и там в процессе в обработке тоже есть определенные свои приколы, мне кажется, что если у вас даже в маленькой компании есть возможность это делать, это очень сильно вас повышает уровень, чего вы можете сделать, вот. Вот что вы можете сделать, я просто, я действительно, на самом деле, хочу поговорить чуть-чуть, хотя бы, про применение это всего делать, я просто, я помню, что мы рассматривали такую возможность несколько лет назад для нефтянки, чтобы, знаешь, летать, допустим, скважины, для скважины надо там нарисовать планы, каждый угол скважины должен, должен показывать повышение, но оно не должно быть сильно, прямо точно до сантиметров, но с какой-то точностью должно быть представлено. И проблема заключалась в траве и деревьях, естественно, в этом плане. То есть, это дело, это дело сразу у нас закрылось, хотя идея была жутко интересная, потому что, если ты на севере Альберты и, допустим, летом там болото, и там достаточно тяжело что-то делать, пока не замерзшая земля, вот, и было бы неплохо это все дело полетать, но полетать, вот, допустим, дроном, оно не получается. Вот. А насчет, насчет всяких карьеров, раскопах и прочее, ну, это милое дело, конечно. Ну, я другой могу пример привести, который, когда дрон вообще просто зашел на ура, вот нам, это в городе все находится, нам звонит риэлтор, у него клиент купил 8 участков подряд, вот такой блок в квартале, вот, это обыкновенная, ну, такая деревня по-нашему, грубо говоря, частная застройка, вот, они хотят все это, естественно, сравнять, и, ну, изначально им нужна какая-то топография для такого приблизительного, прелиминари планирования. Ну, да, пожалуй, пожалуй, это тоже подойдет, да. Вот, как бы, другая компания, какая-то, которой дрона нет, опять же, маленькая компания, большой, за такое не возьмется, им не нужно. Трона тоже же разные бывают, то есть, ну, я имею в виду, коптеры большие бывают, с нормальными камерами, там, со сканирующими головами, то есть, тут как бы... Вот, вот, ну, я просто говорю, что вот чисто экономика такого маленького проекта заключается в том, что вот две компании, наша компания, компания такого же размера, но у нее коптера нет. Вот, чтобы сделать ему такую съемочку, даже, ну, в общих чертах руками, у них это тратится, ну, условно говоря, давайте скажем, например, 3000 условных единиц. Вот, мы смотрим, сколько нам это нужно сделать, у нас все это выходит 1200 условных единиц, просто мы не допингуем цены, а у нас просто по нашим усилиям, оно сколько выходит. Мы выдаем продукт, который по точности не уступает, он даже выглядит лучше, там новая, как бы, ортофото есть, модель 3D, там все такое прочее. Когда архитектор это все увидел, он обрадовался, скажем так. Ну, естественно, получается, что это больше, чем в два раза дешевле, нам выгодно, и клиент радуется фистопа. что-то, эти слова мне так знакомы, я, ты не после общения с Лешей Мансуровым купил, этот фантом, да. Женя, очень, очень прогрессивный. Но если он так говорит, то он совершенно прав, мне кажется. Женя прогрессивный просто у нас, и он может, вот, он видит это и делает, а маленькая компания другая, как он на самом деле прав, я сейчас, ну, я даже особый комплимент не стараюсь ему делать. Но, другая компания, это на самом деле, по-русски сказать, геморрот, внушениями, и прочее, и прочее, и прочее. И, как бы, если ты через это пройдешь, то, да, получается, вот такой вот, вот такой вот выигрыш, собственно. Нет, ну, есть еще другая сторона вопроса, может быть, она только России касается, то есть, есть криворукие рукожопы, которые ни в чем не понимают, купили себе фантом и летают, и могут такого там нарисовать, ну, как бы, заказчик платит, они деньги зарабатывают. Ну, самое есть, тут, это не российская такая черта, тут таких клоунов есть такой же количества. Не, ну, у вас там хотя бы полевой контроль проводит. Ну, а если они не состоят в этой ассоциации, тогда... то есть, есть и такие ребята. Конечно. Ну, например, компания, которая занимается, ой, мы занимаемся воздушной съемкой, мы сурвейеры, ага, ну, естественно, другому-то человеку, когда он на них смотрит, они говорят, мы сурвейеры, сурвейеры, давайте их наймем, вот, и когда смотришь, что они там такое нарисовали, оно, дело в том, что за них иногда берутся, когда они начинают там слишком нагреть, использовать какие-то термины, которые нельзя употреблять по закону, за них берутся, вот, но, как бы, да, это такая тема существует. Это вообще проблема, я не скажу за всю Канаду, но вот за Западную Канаду точно скажу, это проблема, то, что люди без соответствующей лицензии занимаются тем, что, ну, это, это на самом деле большая проблема, потому что сейчас это очень легко сделать, нарисовать планчик-то можно, чтобы купить прибор, не обязательно быть лицензированным сервером, правильно, нарисовать планчик-то может любой. Да, но почему бы лицензированного сервера не отличал коптер стоимостью, я не знаю, там, 100 тысяч, да, если на Канаду переводить, или 200 тысяч, такой большой коптер с гигантской камерой. Ну, Саша, Ми-26, да, это вот партнер. Ну, для любой затраты ты должен... Это что-то, знаешь, на остров прилетел, и чтобы все обделали сразу, на остров. Сразу видно, что не просто так какой-то летит, а солидный человек. Который больше, чем порог. Слушайте, ты же, если ты трачешь такие деньги, ты должен их в какой-то момент отбить. Отбить 200 тысяч долларов на вот такое, на вот то, что сейчас раскол Женя, то есть 1200 им заплатит, условно, к единицам. Вот. Это надо достаточно много таких... В том-то и дело, что у нас, для того, что у нас местность, если вот так вот кто-то возьмет Google планеты, откроет, и посмотрите на британскую колонну, включите 3D-модель. Вот. Тут же дебри, тут же горы и дебри. На самом деле, открытых пространств очень немного. Именно из-за этого был выбран на Phantom 4 Pro, потому что он сам дешевый. Нам в это вкладываться какими-то большими деньгами нам не хочется. Нам хочется, чтобы было дешевое, и в том числе, если что-то нужно подработать методологией, мы это подрабатываем методологией на уже, на самом участке. Здесь вообще покупается проект. Phantom не самый дешевый, поэтому есть куда расти. Xiaomi или тот же какой-нибудь DJI другой, пожалуйста. Mavic Pro. Ну, Xiaomi. Xiaomi. Это по-японски здравствуйте? Привет. По-китайски. Так, давайте, коллеги, другим вопросом перейдем. Я думаю, у нас... Да, да, пошустрее будем. У нас есть вопрос, от коллег был в чате вопрос, по геопространственным данным, по получению, я так понимаю, координат, по системам, наверное, по сетям. То есть, какая вообще ситуация? Ну, я насколько знаю, есть государственные конторы, которые этим занимаются, есть открытые, наверное, или полуоткрытые сайты, где вся эта информация представлена. То есть, ну, ну и, наверное, коснемся, как вы получаете вот эти вот... Что-то Женя расстроился. Как вы получаете эти геодезические... А, или ты хочешь сказать, все было в видео номер два. Нет, нет, нет. Ну, короче, по геодезическому обоснованию... Это Саша стезя, он картограф, он в координатных системах разбирается больше, поэтому... Картограф разбирается в координатных системах, он в проекциях должен разбираться. Бред какой-то. Бред какой-то. Да вообще, да, картограф и координатные системы. Я тебе могу криворучкой горизонтальку нарисовать. О-о-о, разной толщины может нарисовать. И потом закрасить это все определенным цветом между ними. Именно. Ладно. Нет, я могу начать. Это все на государственном уровне. Здесь есть федеральная система. Соответственно... Как это называется по-русски? Раперов. А, федеральная. Вот. И координаты находятся в свободном, в общем-то, доступе. Я... Я вот... Сайт, который я пользуюсь здесь, в Британской Колумбии, он совершенно в свободном доступе. То есть там можно найти координаты на все вот эти... На все эти точки. И помимо федеральной системы, допустим, в Альберте есть провинциальная система. И там есть другие, соответственно, точки и другая система, которая, в общем-то, тоже достаточно точная. У них свой есть уровень точности. Каждая точка по-своему поставлена. Но это все дело старое достаточно. И обновляется это все дело, ну, достаточно с большим скрипом. Поэтому я, на самом деле, про точность-то говорить особо не могу, потому что я высокоточными работами не занимался настолько, насколько мог бы ими заниматься. Для нефтянки в Альберте точность, она не настолько важна, чтобы это было какой-то проблемой. Поэтому для этого применения оно работало достаточно неплохо. Здесь мы также привязываемся к двум точкам. Смотрим координаты. Оно все сходится, ну, там, в сантиметровой точности. Но, опять же, для точных работ. И, наверное, Женя со мной согласится или не согласится, но обычно люди выстраивают свою собственную сеть. И уже от этого начинают идти. Но федеральная система, она существует, но она, скажем так, не идеальна. Ну, здесь вопрос, вот, наверное, можно расширить для работы. Вот вы используете, ну, какую-то привязку используете, не только свою, как бы, локальную сеть, правильно? То есть вот с этих сайтов, правильно? В каждой провинции там свой сайт, где кроки есть, где есть координаты, высоты. То есть все это можно найти на схеме, да? Описание точки, да. Значит, что я могу здесь добавить, это такое разделение. Значит, то, что Саша говорил про федеральную службу, это так называемая Natural Resources Canada. У них есть отдельный... Они занимаются именно геодезией на всю страну. То есть они занимаются координатной системой, так называемой CSRS, то есть канадская... Референсная система. Да, да. Координатная система. Это определенная Edition NAD 83, которая вот именно для Канады сделана. Они ее редактируют под АТРФ, все такое прочее. Они занимаются вот такой геодезией. Координатные системы более местного масштаба, они под провинциальным контролем, и, соответственно, у каждой провинции есть та или иная версия вот этой координатной системы. То есть это местная система координат провинциальной, да, на провинцию региональную? Она не то, что провинциальная, она обслуживается провинцией. И, соответственно, в каждой провинции, скорее всего, есть какое-то министерство, которое отвечает за... Например, в Бриджанской Колумбии это Lands, Forests and Natural Resources, то есть это лейки, паря, леса, лужки, травка и все такое. Вот такое министерство. Министерство? Лужков и полей. Лугов, полей и лесов. Лесов. Да, да, да. И вот у них есть, кстати говоря, наша вот ассоциация геодезическая, мы, собственно, под контроль, мы курируемся вот этим министерством. То есть то, что мы говорили с саморегулирующейся, на самом деле там есть ограничения серьезные на это. Если, например, все геодезисты собрались, и у них, значит, возбухла какая-то там идея, что мы хотим вот изменить именно закон сам, то представитель парламента, это идет туда через вот это министерство. Ну так вот. Ну да, над нами стоит министр. Ну, понятно, да. Это в каждой стране, например, мы сделаем. История всех этих систем заключалась в том, что в 70-е годы, когда здесь было более такое, ну, как его назвать, более либеральным, что ли, правительство, короче, которое хотело больше денег тратить в государство, они вложились очень серьезно в такие вот провинциальные и муниципальные системы координат. Когда там были сети гнали, там нивелировки гнали через всю провинцию, все такое прочее, в это вкладывалось действительно огромное количество денег. Есть целое поколение сервейеров, которые занимались, выросли на этом. Типа того, что вот как у нас некоторые есть геодезисты, которые на триангуляции выросли, вот здесь точно что-то похожее. Вот. И вот эти сети были построены. Ну, а потом пришли к власти такие товарищи, там, кризис был в 80-х годах. После этого, когда денег стало меньше, и тратить на это стали меньше, и, соответственно, все вот это вот, геодезию такого плана немножко подзабросили. И, соответственно, что сейчас получается в результате? Что есть достаточно в неплохом относительно состоянии, там, в зависимости, где какие, обломки вот этих вот сетей. Но они не обломки, они на самом деле рабочие сети, по муниципалитетам. Плюс на это все есть еще такая достаточно разреженная сеть провинциальная, провинциальных элементов. И получается, что вот в каждой ситуации, когда вы приходите, у вас начинается проект там-то и там-то. Вам нужно принимать, грубо говоря, индивидуальное решение, как вы будете строить свою систему координат. Потому что вполне может быть, вполне может быть, что если у вас, например, находится недалеко один провинциальный монумент федеральный, который последний раз приходили в 80-х, в каком-то махнатом году. Ну, что на него опираться-то, собственно говоря? Нет, мы его, конечно же, за локейшн его определим, покажем, что вот он здесь есть, красивый, как памятник федерального, собственно говоря, и все. И вот его вся цена. А свою координатную систему мы выставим, используя, например, четыре приемника и сделаем небольшую свою сеть с помощью PPP, например, или статей. Вполне может быть, почему нет. И это решение принимается индивидуально на каждом проекте. И если у тебя это все бьет с этой точки федеральной, то вообще все замечательно получается. Ну да, в зависимости от того, какой проект, какая территория и все такое. Я хочу добавить, вот, допустим, я не знаю, Жень, ты можешь меня пообращать, но вот, допустим, в Британской Колумбии вот эти все точки, вот у нас есть маскот, веб-сайт, на котором мы все координаты эти находим, он, в принципе, National Resources Canada, он дублирует фактически. То есть это все федеральные точки. А, допустим, в Альберте есть прямо вот альбертийская система, у них есть еще контроль, чуть ли не, есть такая Agricultural Benchmark System, которая была поставлена фермерами в каком-то там, не знаю, каком году, и она тоже работает. Ну, для фермеров. Для фермеров, да, да. Это было, ну, да, неважно. Сказано сельхоз, значит, фермеры стоят. Да, да, да. Не придирайся. Действительно. Вот. И как бы, то есть выбор, допустим, в той же Альберте значительно больше. То есть если тебе надо привязаться к какому-то контролю, у тебя, в принципе, все достаточно близко относительно будет, и ты можешь это найти. В соскочевании это может быть, это может обернуться просто таким небольшим кошмаром, потому что там только федеральные монументы, и ничего провинциального там нет вообще. Вот. И это все достаточно сильно разрежено, то есть ты можешь гнать несколько километров, если прям надо. Опять же, когда мы это делали, никто, никто, никто прибором не мерил, все GPS-ами мерилось, правильно? Поэтому там... Ну там... То есть там, да, GPS- это твое все, собственно говоря. Ну да. Не, а мы что, мы там как-то, я помню, проверили, одну точку поставили, нашли вторую эту контроль, 10 километров разница, превышение разницы 10 сантиметров. Ну нормально, что ли? Соскочеван. Плоско. Там из Кимоса живут, да? Нет, нет. Нет, нет, Соскочеван, это там фермер как раз. Европейского происхождения фермеры. Да, Соскочеван, это очень классное место. Как раз переходим плавно к спутниковым сетям. Вы пользуетесь, да, сети постоянно действующих станций в работе используете? Ну они как бы полностью, ну, наверное, там, где как бы развита работа, где много работ, много людей, да, наверное, там везде стоят эти станции. Какие системы координат сразу передают, наверное, сразу параметры и все такое. Пользуем. Здесь на острове пользуем точно. Саша, я не больше знаю, тем не менее. А ты не пользуешься? Саша картограф, он знает. Да, вообще, Саша здесь так. Одним словом подгревал проекратите тролить картографический факультет. Между прочим, цифровая картография геоинформационной системы у меня специализация. А, то есть у тебя ГИС даже, а не это самое. Не побоюсь этого слова. А что, это было так, цифровая картография геоинформационной А, они потом выделились, наверное, в геоинформационной кафедры цифровой картографии. Я не буду рассказывать свою историю, как я учился, особенно последний курс, поэтому давайте допустим. Ну, понятно. Учился дистанционно, по скайпу, я понял. диплом классный у меня точно могу сказать, а все остальное. Так вот, Жень, ты еще не пользуешься этими станциями? Я пользуюсь, пользуюсь. Я почему хотел сказать, потому что ты больше времени провел в Альберте, где, соответственно, пользовался GPS-ом больше, чем я. Я тоже пользуюсь, я могу кое-что про них рассказать, но как бы не хочу. В Альберте мы не пользовались, потому что Альберта это достаточно большая провинция, и у тебя идет очень много всяких проектов на севере, где, естественно, ничего такого нету. Я про город в Калгари, допустим, я мало что знаю, как там это используется, а вообще в Альберте мы не пользовались такими системами, то есть у нас стояла база, мы потом делали PPP и, собственно, и дальше от этого шли. Ну, или там на контрольный монумент как-то чек делали и все. Это было достаточно плюс-минус лапоть, если честно. Нефтегаз он, нефтегаз он, простите. Саша картон плюс-минус лапоть 10 сантиметров, ну, 10 сантиметров на 10 километров, ладно, это еще более-менее. Так, коллеги, давайте еще пару вопросов и будем закругляться. Алексей Кронг желает ответ на что такое нефтянка. Он думает, что это геофизика или не геофизика. Отвечу сейчас быстренько. Это не геофизика. Геофизика, то, что называется геофизика, это называется здесь seismic survey, то есть сейсмический survey. А нефтянка, это, Саша поправит меня сейчас, если неправильно будет, но сформулирую примерно так. Это кадастровые и топографические работы под нефтяной скважиной и трубопроводом. Да, именно так. Нефтянка, нефтянка это индустрия, нежели чем какая-то геодерия. Собственно, в России это примерно то же самое. Нефтянка, она есть нефтянка. Я не знаю, почему у Алексея такой вопрос возникает. Он сам только что с этой нефтянки приехал, мне кажется. просто здесь регулируется достаточно серьезно, чтобы сделать скважину, надо иметь план этой скважины. Собственно, чем кадастровый сервер занимается в Альберте и Соскочеване тоже, он идет в поле, ему показывают, где будет скважина, и он, соответственно, для нее снимает вот этот подход, дорогу к этой скважине и саму квадратную можно записать целое объемное видение. Нет, ну это на самом деле и в России то же самое, я помню, тоже снимал уже, правда, существующие, и мы забивали там вот такие металлические трубы другой металлической трубой в эту сухую, кстати, в Ставрополье, откуда Алексей, то есть мы это делали тоже, все есть. По забиванию металлических объектов с помощью кувалды, Саша может вам сказать, необычайно увлекательно С помощью кувалды это легко, ты с помощью другой трубы забей эту трубу, знаешь, как сушат руки. Я забивал по-разному, честно скажу, забивал по-разному и и про дырки зимой метровые могу рассказать, как мы рыли, чтобы найти их, эти палки в земле. Много историй, это надо смотреть видео номер 8. Да, точно. У Саши просто ноутбук стоит за 5 метров от него, он очень большой, он еле влазит, забивает одной рукой все. Так, коллеги, а, вопрос еще был по геоблогерам, кроме Евгения, есть в Канаде геоблогеры какие-то вот... ты, скажем так, российский геоблогер в Канаде, у тебя уже есть 4 видео или сколько? Больше, по-моему. Какие-то есть, вот, я не знаю, YouTube-деятели по геодезии или рядом с этим каких-то блогеров смотрите? Не узнавал, не узнавал. Нету такого, да? У тебя Петушков старший там не увлекается свободной отрабатывали. Он скрывает это, наверное. Нет, нет, он, сам, я как белорусский партизан в лизах сидит на лизах. Ясно. Так, и один из... У меня 6 видео, я только что посчитал. Все, все, все. Так, значит, самый мощный, самый известный геоблогер Канады это Женя с 6 видео. С вами сегодня был самый мощный видеоблогер Канады. Ну, а что, так у нас и на прошлом в стриме у нас был самый мощный геоблогер России, теперь у нас самый мощный геоблогер Канады, самый мощный картограф Канады. Я почему-то знал, что он так скажет. У меня, кстати, теща тоже картограф, она может мощнее менять. Саша, это не ругательное слово, все нормально, просто. А, я понял. Да, это картограф. Ну, и немножко, наверное, в конце нашего стрима коснемся заработков геодезистов в Канаде, ну, как бы по финансам немножко, кто, что может сказать, какие заработки, что, как. Сейчас опять всех насмешу, по-моему, в видео номер два или номер три там я про заработки говорил подробненько достаточно. Ну, давай сейчас так вот... я тебе сразу скажу, что ссылка на канал Евгения будет... Так все те же самые люди, кто сейчас об этом смотрит, они все те же самые, они уже видели все это дело. Все те же самые, смотри, все нормально, больше будет. Давай. Ну да, я про что хотел сказать. Значит, и Саша сейчас категорически меня поправит. С чего все начинается? То есть вот как бы карьера практически любого человека, который доезжает в Канаду по геодезию, начинается с того, что вы начинаете работать либо там джуниор-драфтером, либо помощником геодезистов в поле. Мы в Ванкувере, то, где я нахожусь. Вот в нашей компании, там, в некоторых других компаниях, про которых я знаю, уровень зарплаты помощники геодезистов начинается где-то 21-22 доллара в час. Про вообще вот эту всю категорию, что такое в час? Грубо говоря, чтобы получить зарплату в год, умножается на 2000. То есть если у вас, например, 22 ставка, это значит 44 тысячи в год. Сразу скажу, чтобы было так вот приблизительно понятно, это очень мало. Это трудно будет жить на такие деньги. Это до налогов. То есть там еще вычитается прогрессивная ставка налога, с такой часовой ставкой где-то будет 21% налога в общем. После этого то, что выходит чистым. Естественно, после этого вы растете в своей карьере и где-то но вы начинаете в технической среде. То есть вы работаете в технической технике геодезистов, драфтере. Это все есть техническая среда, а есть профессиональная. Профессиональная это те, у кого есть лицензии, инженеры, линсуэр и все такое вообще. Так вот, для технической среды, если вы становитесь необычайно крутым, все знаете, со всеми там, с клиентами можно даже поговорить и всех там, в общем, вы всем нравитесь, то ваш протолог в данный момент, мне кажется, в Ванкувере где-то будет 32-35 долларов в час. Соответственно, вы считаете, что это будет уже в год. Получается 35-70 тысяч в год. Это все без учета того самого овертайма, который Саша говорит. То есть если вы работаете много овертайма, на празднике работаете, соответственно, соответственно, все будет больше. Но вот так реалистично заработать больше в такой схеме, заработать больше, чем 90 тысяч это было просто трудновато. Сколько вы потратите на это время? Это практически невозможно. Да, это сказал бы так. Реалистично, если вы впахиваете хорошо, то 80 у вас получится максимум. И учтите, что в этой ситуации к этой точке карьеры люди идут там, могут 10 лет идти спокойно. Могут. И следующий этап это, соответственно, получение лицензии. Там зарплаты прыгают слегка. за обычный рабочий день начинается все 80-85-90 год. Ну и растет тоже потолок я не знаю какой. Если уходить в экзеке, и все такое прочее, партнером становится в компании, то, конечно, там будет значительно больше. Но таких примеров, во-первых, немного. Во-вторых, вы перестаете быть георезистом. Ну да, это уже бизнес, это уже управление, понятно. Еще можно я начну георезистом. Я для уточнения вот Женя сказал, что 44 это как бы мало, а 90 это как же жить на 90? Ну, обычная средняя жизнь, да? Я не думаю, что... Слушай, я хочу впрыгнуть сейчас, потому что Евгения уберечь этим самым впрыгиванием от неаккуратных высказываний. Я предпочитаю не высказываться о том вообще, как можно, на какие деньги, как можно жить. Это вопрос философский, как Женя сказал. Счастье, смотри раньше. Я хочу, чтобы Женя на эту тему высказывался. Я недавно, как недавно, несколько лет назад я разговаривал с человеком, который убеждал, что одному на 10 тысяч долларов в месяц в Москве прожить просто невозможно. И приводил мне такие доводы, что я не мог не согласиться. Я не буду пересказывать всю эту историю, но я к тому, что давайте обойдемся без выводов, на какие деньги можно жить. Нельзя жить. Вот смотри, 44 тысячи в год это грязная зарплата, скажем так. Чистая зарплата будет, соответственно, минус 20%, то есть получается сколько там, 30, что там, 36, 36, 4, да, 35, 35. Смотри, 35, допустим, в год, 35 тысяч в год, если я не ошибаюсь. 3000 в месяц, это грустно. 3000 в месяц. Вот смотри, допустим, я, вот у меня, у меня жена и двое детей, вот мы, когда переехали в Британскую Колумбу, мы снимали дом. За съем дома мы платили 2 250 в месяц. Это не очень много, можно дороже. Допустим, если ты снимаешь какую-то квартиру, ну, у нас здесь как, под бедрумом, да, то есть, если двухбедрум, это получается трехкомнатная по нашим российским понятиям. То есть, если ты снимаешь, допустим, трехкомнатную квартиру, ты можешь ее найти за условные там 1800, да, в месяц. Ну, вот я имею в виду Викторию, я не говорю про откровенно, ну, я не скажу непригодные, но такие не очень привлекательные для жизни места, да, вот. то есть, это, это достаточно тяжело одному, допустим, на такие деньги в Берлин, ну, практически невозможно одному на такие деньги вытащить семью. Потом, когда мы говорим о зарплатах, мы должны понимать, что, вот, допустим, я когда приехал в 2004 году, я, поскольку я картограф, я начал драфтером, а не в поле, я начал драфтером, и мне дали 15 долларов в час ставку. Это были очень жирные тогда времена, и поэтому за полтора года у меня моя зарплата возросла до 27 долларов в час. То есть, ну, за полтора года 12 долларов прибавка, это очень серьезно. Но тогда было, тогда нефть у нас стоило 140 долларов за баррель, и вообще было очень все хорошо. Сейчас в нефтянке все не так хорошо, и, допустим, искать работу в Калгрии или в Эдмонтоне сейчас, ну, как бы удача. Это достаточно сложно, особенно, вот, без какого-либо опыта. Поэтому о зарплатах я могу говорить, допустим, я работаю уже в индустрии, получается, с 2004 года, то есть, почти 15 лет, и поэтому, ну, у меня профессиональная какая-то есть лицензия, да, то есть, она, она, зарплата увеличивается, но она увеличивается в очень, в очень таком легком темпе, скажем. Вот. И у меня так попало, что я уже говорил, когда я получил комиссию эту, у меня был как раз вот самый такой провал в этом нефтегазе, и поэтому мне, мне, собственно, не очень сильно подняли. вот. Но, говоря, говоря о зарплатах, 90 тысяч это хорошая зарплата. Да, это хорошая зарплата, еще очень сильно зависит от того, где вы живете. Вот, в самом банку, из-за того, что, вот, если посмотрите, зайдите, сколько стоит здесь квартира, вот, просто можно фонарить, и, соответственно, казалось бы, нормальная зарплата, там, где живет Саша, здесь, она очень сильно обесценивается именно этим. Да. И, на самом деле, вот, одна из серьезнейших проблем моей компании, поскольку она расположена в Банкувере, это то, что, вот, приходят квалифицированные люди работать, с ними приятно работать, все прекрасно, и они работают, наверное, год, смотрят на все это вокруг и понимают, что, в общем-то, долгосрочного будущего, в смысле, им будет достичь трудно или где-то достичь его легче, они просто так, ребята, мы поехали, например, 200 километров отсюда и будет значительно лучше, легче. Так, общий уровень примерно такой, а что это значит, это уже, кстати говоря, это очень индивидуальный вопрос. В абсолютном это выглядит неплохо, а вот относительно все как в принципе. Именно, на мою зарплату в Калгари прожить легче, чем на мою зарплату в Викторию. Да. А на мою зарплату в Викторию прожить легче, чем на мою зарплату в Ванкувере. Но в Ванкувере жить хорошо, потому что у нас и в Виктории тоже, потому что у нас сейчас плюс 3. А можно жить в Виктории и работать в Ванкувере? можно но это должно совпасть несколько понятно лодка должна быть переплывать я работаю удаленно а кстати про переплывать вот жить виктории это остров тут все в принципе есть кроме икеи но как бы это все же остров то есть если если надо ехать на большую землю вот нам на четверых в один конец сто сто десять долларов на машине вот этот паром стоит вот пожалуйста тебе съездил съездил выходные вот плюс 300 долларов твоей поездки да ну на этой прекрасной ноте что в москве он там вообще кто-то написал что жить хорошо жить везде хорошо тот написал он знакомый геодезист в рф мап сервер пишет 11 тысяч долларов заработал в сентябре я не заработал еще наверное не канадских американских да вообще что он украл прибор но послушай а вот в жирные года в нефтегазе в альберте можно было заработать я лично зарабатывал но не может быть ни 11 но где-то около 8 9 было в месяц да Хорошо. Спасибо, коллеги, за информацию, за участие. Спасибо всем, кто нашел время принять участие в нашем сегодняшнем мероприятии. Спасибо. Стрим у нас был с интересными ребятами, с геодезистами из Канады, Саша и Женя. Надеюсь, мы еще продолжим общение. Может быть, на канале Евгения появятся новые видео интересные. И мы будем их обсуждать. Да, и мы будем комментировать, говорить, что это такое. Можно мне ссылку на канал, кстати? Да, обязательно, конечно. Нет, ссылку, да. Саша, на мой канал у тебя есть ссылка, нет? Нет. Нету, и правильно. Так, это мы пересматривать не будем. Я понял. Хорошо. Под этим видео есть, ну, для тех, кто смотрит записи, есть ссылка на канал Евгения. Можете посмотреть его фееричные шесть видео. И на этой прекрасной ноте, ну, я все по-доброму у нас. Картограф, геоблогер, все. Спасибо, ребята. Всем спасибо. Вам тоже спасибо за вопрос. Вам спасибо. Всем спасибо за внимание. Всем пока, ребята. А то ребятам еще работать надо. Да, да. Спасибо. Продолжение следует...